Всем привет! Сегодня мы приехали в лес. Напоминаем, что вы на канале «АвтоСтронг-М» и здесь вы не увидите рассказа про кнопочки и про сорт «Алькантары». Сегодня мы решили вас удивить и сделать дерзкий обзор на странный автомобиль BMW. Сразу скажем, владельцев XM мы никак не хотим обидеть. Просто обращаем внимание на факты, а здесь есть о чём подумать. Итак, встречаем – BMW XM. BMW XM – это самый дорогой кроссовер BMW. Он сильно дороже BMW X7M, дороже X5M. В общем, сейчас я расскажу, из чего сделан XM. Для начала я хотел бы обратить внимание на очень интересную деталь. Пойдёмте к заднему стеклу машины. Смотрите, тут сзади нет эмблемы BMW, но на самом деле она есть и даже две эмблемы. Они выгравированы с одной и со второй стороны заднего стекла. Поклонники BMW, которые в курсе истории этой марки, знают, что первые два лого появились на автомобиле BMW в 1978 году на спорткаре M1. И именно эту ретро-машину вспоминают в пресс-релизах XM. Так вот, говорят, что с той поры, а это на минуточку 45 лет прошло, это первая оригинальная M-модель. Да-да, так в пресс-релизах и написано. То есть, если бы «М» разных лет, М3, М5, X5M могли говорить, то они бы сказали «ну да пошёл я нахрен». Ну, наверное, так бы и произошло. Вообще, это не единственный XM в истории. Был ещё, помните, Citroёn XM. Наверное, в Мюнхене думали, что мы не знали об этом или забыли. Но как бы не так. А вообще, что общего между M1 и XM? Дело в том, что M1 продавался всего пять лет, не имел преемника и стал достоянием истории, то есть музейным экспонатом. Может быть, такая же судьба ждёт и XM. Смотрите этот обзор пристально и внимательно, а я поделюсь своими мыслями по этому поводу. Что можно сказать, глядя в лицо XM? Такой физиономии нет ни у кого. Давайте вспомним дорогие кроссоверы современности. Ну, например, Porsche Cayenne. Как бодро он начал, а вот второго поколения от третьего не отличить. Даже турбо-версии скучные. Далее, Range Rover. Новый, такой же, как старый, спереди. Их только сзади можно отличить. Мерседесы с постоянно растущими звёздами. Audi Q7 выглядит как Passat. Bentayga старовато, Cullinan вообще не из этой лиги. И это сильно старший брат BMW XM. Ещё есть Урус, также несколько кроссоверов от Ferrari и даже кроссовер от Lotus на подходе. Но BMW XM не похож ни на кого. Очень экстравагантный кроссовер, который как будто не смотрит на дорогу, а нюхает её у BMW. С недавних пор так повелось. Фары стали значительно уступать в размерах. В общем, время покажет, насколько удачным и долгоиграющим окажется этот дизайн. Пока явно этот автомобиль пользуется спросом. Ну, а теперь про салон. Просто посмотрите на эти кадры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, интерьер в плане обивки материалов и цветов это топ среди всего модельного ряда BMW. По сути, всё основано на фурнитуре от X5 и X7 2023 модельного года. Но, естественно, более экстравагантно и необычно. Но всё зависит от выбранной комбинации цветов. Если салон однотонный, то по большому счёту это просто современный BMW. А этот слегка изогнутый дисплей появился на электромобиле iX и с тех пор расползается по всему модельному ряду BMW. Потолок в XM, как в ночном клубе, с рельефными ромбами и треугольниками с подсветкой разными цветами, напоминает ночной клуб. Ярко, дерзко и без окон. Стеклянной панорамной крыши и люка у XM не бывает. Из чего же сделан XM? Платформа точно такая же, как у X5, X6 и X7. Если верить каталогам, то верхние рычаги передней подвески точно такие же, как у X5M в кузове F95 и у X6M в кузове F96. Колёсная база точно такая же, как у X7, но вот кузов на 4 сантиметра короче. Семиместных версий не бывает, а полный привод на основе раздатки ATC13. А ещё этот кроссовер напрочь решили пневмоподвески. То есть её нельзя заказать от слова совсем. Всё остальное, включая активные стабилизаторы на обеих осях с электромоторами, которые запитаны от отдельной сети в 48 вольт есть. Ну и ещё пару слов скажем про багажник. Он здоровенный. Ну а теперь самое интересное. Как вы думаете, что же установлено под капотом у этого монстра? Вот сейчас вот обязательно напишите в комментарии. Заодно проверим ваши знания и компетенцию по новым автомобилям. Зачем? Потому что мы планируем снимать всё больше и больше новых автомобилей. Ну, и обязательно напишите, интересно ли это вам. Потому что мы очень любим наших подписчиков. Прям очень-очень. Ну что, под капотами этого автомобиля установлен двигатель S68X на 4,4 литра. Родословно, этого двигателя тянется с мотора N63, который безумно ломался. И, кстати, каталожные номера запчастей цепей ГРМ мотора N63 и S63 и вот этого S68 одинаковые. Сам по себе двигатель S68X выдаёт 483 лошадиных силы. Но, как вы понимаете, эта зверюга живёт здесь не одна. В паре с ним работает электромотор, который выдаёт 200 лошадиных сил. И, кстати, электромотор встроен в гидромеханический восьмиступенчатый автомат, который разработала компания ZT в каталожный индекс 8P100XPH. И именно этот узел делает XM-гибридом. Силовая установка в совокупности выдаёт 653 лошадиных сил. Причём, этой осенью появится версия XM Label Red. Там гибридный двигатель выдаёт 748 лошадей, а это ровно на 9 лошадей больше, чем у Cayenne Turbo E-Hybrid. Да, у них обоих больше, чем у Ferrari Purosangue. Ну, вы знаете этих немецких автопроизводителей, они годами меряются у кого больше. И давайте не будем удивляться странной приставочке Red Label. Ой, Label Red. После индексов i7, m70, xDrive нас уже ничего не удивляет. Продолжим. Обращу ваше внимание на интересный момент. XM оснащён литий-ионной батареей ёмкостью 25,7 киловатт-час. По информации BMW, это реально доступный объём. А вот на гибридном Porsche Cayenne последнем батарея на 0,2 киловатт-час больше. Как говорится, на полшишечки. Но для гибрида это серьёзная цифра, а вот для современного электромобиля это вообще ничто. И тут есть загвоздка. По своим габаритам и весу BMW XM можно запросто сравнить с Tesla Model X. Так вот, запас энергии, который равен этим самым 25,7 киловатт-час, Model X при неспешной езде потратит примерно за 80 километров езды. А скорее всего, гораздо раньше. Опять же, официальный сайт BMW обещает около 88 километров езды на электротяге для вот этой вот зверюги. Но неважно, много это или мало. Главное, загвоздка, а точнее разочарование в этом самом экстравагантном BMW кроется совсем не в этом. И сейчас я вам подробно расскажу про это разочарование из-за руля этого странного BMW. Что такое 653 лошадиных силы, которые имеют допинг в виде укола электротягой? А это ни хрена себе подрыв! В виде мощности и тяги, которые разгоняют вот эту баржу весом 2,8 тонны снаряжённая масса до 100 километров за 4,3 секунды. Причём это не бездушная Tesla. У этой машины есть рык! Мотор ревёт, красиво играет и вызывает хорошие непередаваемые эмоции. И BMW всячески подчёркивает, что вот эта силовая установка из спорта. То есть, у XM реально спортивный характер. Дело в том, что в начале этого года представили спорт прототип. Называется он BMW M Hybrid V8, который был создан по регламенту Дайтона и Лимана. И вот именно эта силовая установка взята оттуда. То есть, концепция вот эта придумана именно для вот этого спорт прототипа. И поэтому владельцы XM могут гордиться тем, что у этой машины есть реальный спортивный родственник. Но, как всегда, есть одно «но». Когда литий-ионная батарея разряжается, то XM становится просто, например, BMW X5 X-Drive 40i. То есть, у него примерно такой же 4,4-литровый мотор, да слабее. Но зато нету такого багажа в виде тяжёлой батареи. То есть, тот кроссовер на 400 килограмм легче. И получается, что батарея ничем не помогает, а лежит сзади мёртвым грузом. Все M впечатления уходят и XM превращается просто в X. Кстати, ехать на электротяге можно на скорости до 130 км в час. Для этого просто достаточно принудительно включить этот режим в меню. А вот в интеллектуальном режиме XM садится на интеллектуальную диету. То есть, он экономит топливо и экономит энергию. Но после череды стремительных ускорений садится на овощную диету. Так вот, здесь возникает много вопросов. Вот вы купили дорогущий XM, дорогущий гибридный BMW. Высадили батарею и что дальше? Если включить Джереми Кларксон, ну мне так кажется, вот он бы так подумал. Он бы сказал, что если хотите гибрид, то покупайте Prius либо Lexus RX. Всё остальное удивит. Неприятно. Так вот, батарея разряжена. Что делать? Есть режим рекуперации, но он реально не спасает. Вот мы едем по трассе, разгоняемся до 120 км в час, отпускаем педаль газа и начинается подзарядка батареи. Но фишка в том, что эта машина стоит примерно 300 тысяч долларов. Ну, со всеми пошлинами. И заниматься вот такой хернёй, да, ну, как минимум глупо со стороны других водителей. То есть, разгоняемся и начинаем рекуперировать энергию, заряжаем батарею, замедляемся и так далее. Так вот, вы купили BMW XM, у которой есть родственник, спортпрототип из Дайтона и Лимана. И затем, после того, как батарея разряжается, все те ощущения, которые вы ловили, они просто исчезают. И вот возникает такое ощущение, что где-то здесь должен быть терминал, к которому вы прикладываете карточку, чтобы продлить ваше удовольствие. Но, к сожалению, такого нет. И надо просто ехать на зарядку. Режима самозарядки здесь нет совсем. И забудьте такую функцию на самоподключающем гибриде. То есть, если бы эта функция была реализована, то мотор бы ел столько топлива, ну просто много, да, и выбросы СО2 были бы просто запредельными. Поэтому весь кайф обламывается, и вы просто ездите на вот этой дорогущей BMW M, как на обычном кроссовере. И, кстати, давайте снова померяемся с топовым гибридным Cayenne. У него после полной разрядки батареи в ДВС остается 599 лошадиных сил. Так что же все-таки делать, если ваш XM перешел в режим так называемой ограниченной мощности? А все просто ковыляем до так называемой медленной зарядки, берем шнур, вставляем в разъем, берем приложение и заряжаем ваш замечательный гибрид. И снова вспоминаем про его батарею и электросистему в целом. Дело в том, что максимальная мощность зарядки XM 7,4 кВт в час. Так вот, это значит, что он умеет заряжаться только по одной фазе. Вот эти вот столбики с европейским кабелем тип 2 выдают мощность 22 кВт в час. Да, не все электромобили берут и такое. Обычно лимит у них 11 кВт в час. Но вернемся к XM. Его батарея зарядится до 100% за 3,5 часа, хотя на официальном сайте информация гласит о том, что зарядится до 100% за 4 часа и 15 минут. Кстати, у XM, как и в электромобилях, можно ограничить максимальный уровень заряда. Большинство автомобилистов заряжают до 90%. И, кстати, вот такие вот медленные зарядки – это тупиковая ветвь развития. Большие операторы зарядных сетей их больше не устанавливают, но такие зарядки иногда появляются. Например, на парковках супермаркетов. Они там бесплатные и, как правило, круглосуточно заняты любителями халявной энергии. Например, есть три медленные зарядки на продуктовом рынке в 10 километрах от Минска. Вот можете на вашем прекрасном XM туда ездить и бесплатно заряжаться. Лайфхак! Конечно, самый удобный вариант для подключаемого гибрида – это свой собственный дом и своя собственная розетка. То есть, выезжая по делам из дома, автомобиль будет полностью заряжен. Естественно, если прошло достаточно часов, если розетка выдает заветные 32 ампера. Но обычно розетка выдает 16 ампер. То есть, зарядка увеличится вдвое. Ну, как говорится, за ночь зарядится. И вот тут мы подходим к самому главному. Готовы ли потенциальные покупатели и уже обладатели XM к такому? Дело в том, что большую часть времени этот кроссовер едет в полсилы. Так что теперь не гонять на нем. Думать об экономии энергии – ну, такое себе удовольствие за такие деньги. И мне кажется, что владельцы X5M и даже дизелей с индексом М50D еще больше полюбят свои машины, потому что они не сдуваются после пары интенсивных разгонов. И вот любопытно, приживется ли XM? Будет ли приемник у этой модели? Либо же все закончится как с M1? Узнаем через 5 лет. А пока это выглядит как яркий и громкий эксперимент. XM вот как оборотень. Когда батарея заряжена, то он пуляет как демон и может ездить на электротяге. А когда батарея разряжена, это просто трехтонный SUV с очень жесткой подвеской. Вот такие вот дела. Если вам понравился такой формат обзоров, обязательно напишите об этом в комментариях. Также нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Будете в курсе всех самых новых автомобилей. Также мы снимаем еще и БУ-шку, а также разбираем двигатели и трансмиссии. И рассказываем все о БУ-запчастях. Помните, что поддержка у нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, если будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok